Я вот у нас, я оставлял заявку диспетчеру по поводу МАГЭСа, но 28, по поводу трещины в стене несущей. Как вы обещали комиссию, с 9 до 12. Времени без 15, у вас всего нет. Каждый понедельник к Илье Кузьмину приходит сотрудник ЖЭО, который фиксирует разрушение, происходящее в его квартире. Трещины в полу, потолке и стене наблюдают уже три месяца. Молодая пара обнаружила их во время ремонта на кухне. Думали, что проблема в старой штукатурке. На самом деле, буквально по швам расходится несущая стена дома. Обращались в компанию, в дом управления. Они приехали, поставили на маяке. Стекляшку прилепили просто на любую сторону. Сказали, что стена поедет, а она лопнет у вас. В процессе, в итоге, она стала еще шире. Они приходят, фотографируют и говорят, что без изменений. Пока стена отвалится, они начнут шевелиться. А мастер-испротор сказал, что пускай падает, мне без разницы. Подобные трещины украшают стены соседей и подъезд дома, капитальный ремонт в котором не проводили уже 20 лет. Пугает то, что их размер и количество каждый день растет. Вот это вообще свежее. Буквально 2-2 назад появилось. Также пол еще больше разошелся на полу трещины шире стола. Обычно была изначально вот такая вот вплотную, а сейчас еще шире стало. Вслед за трещинами стал промерзать угол в детской. Он покрылся плесенью, избавиться от которой у Ильи Кузьмина не получается. Комнату ОИФ-лампы обрабатываем постоянно, потому что как бы прессинг, грибок, где я сходил. Счищал его несколько раз, у апель появляется. То есть вот следы где я его счищал, обрабатывал специально составом. Представители управляющей компании утверждают, что проблема в сезонной усадке дома. Но в эту версию жильцы не верят. Юристы советуют людям, оказавшимся в подобной ситуации, сделать два простых шага. Написать письменное заявление в государственную жилищную инспекцию и в администрацию города. В соответствии с жилищным кодексом администрация обязана проводить муниципальный контроль за состоянием жилищного фонда. То есть ваше письменное обращение, оно однозначно необходимо для того, чтобы в дальнейшем была назначена комиссия или экспертное какое-то исследование делалось для определения, насколько безопасно проживание в подобных квартирах. Также вы можете запросить у управляющей организации данные о последних осмотрах несущих и ограждающих конструкций, которые они обязаны проводить регулярно. Например, в Москве на основе этих сведений приняли решение о сносе пяти и девяти этажек, так как старые перекрытия потенциально опасны для жизни людей. Надеемся, что в нашем городе безопасности уделят не меньше внимания. Продолжение следует...